Респираторные вирусные инфекции грипп опасны своими осложнениями. Не стоит недооценивать першение в горле, чихание, насморк при незначительном подъеме температуры или вовсе без нее. Инфекции опасны как для отдельно взятого человека, так и для всех окружающих, ведь они быстро распространяются, а потому при первых признаках простуды, именно так мы называем это состояние, необходимо оставаться дома и обращаться за медицинской помощью. Сегодня мы будем говорить о вирусных инфекциях, развеем некоторые мифы об этих заболеваниях и еще раз призовем вас быть осторожными. В студию у нас Анна Кузнецова, кандидат медицинских наук, главный врач центра Антиспид, главный инфекционист Дальнего Востока. Анна Валерьевна, здравствуйте. Доброе утро. И вновь мы говорим о вирусных инфекциях, о гриппе. Ну, невозможно сейчас об этом не говорить, но прежде всего наша цель развеять какие-то мифы и все-таки быть на страже, что каждый из нас может сделать, чтобы защитить себя и защитить своих самых близких. Ну, вообще, вот почему грипп и вирусные инфекции считаются все-таки очень серьезными заболеваниями? Ну, на самом деле, ежегодно от гриппа в мире погибает до миллиона человек. Поэтому это достаточно высококонтагиозная инфекция, да, то есть она легко передается от человека к человеку. И, в общем-то, особенно у ослабленных людей, у людей с хроническими заболеваниями, может вызвать, в общем-то, смертельный исход. То есть, ну, неужели можно прям, ну, умереть от насморка, от першения в горле? Ну, можно умереть от гриппа и его осложнений, да, потому что любая респираторная инфекция, она потенциально может поразить легкие, и это может привести к смерти, да, потому что это, в общем, потенциально смертельные заболевания. Ну, вот почему-то инфекции всегда зимой, да, вот это всегда зимний период, это январь, это февраль, иногда бывает в декабре. Это с чем связано? Ну, это связано, во-первых, с тем, что у нас очень мало солнца, да, солнце – это очень мощный противомикробный фактор солнечного, ультрафиолетовое измучение, да. Вы знаете, что в больницах вот эти ультрафиолетовые лампы – это что? Это, в общем-то, аналог солнечного света. То есть солнце само по свету… Дезинфицирует? Конечно, оно дезинфицирует воздух, поэтому летом вирусные инфекции распространяются именно воздушно-капельным путем, они распространяются гораздо меньше, а зима, когда нет солнца, когда скучность, все сидят дома в помещениях, помещения плохо проветриваются, в общем, это такой благодатный период, вот, и именно поэтому именно сейчас вот у нас эпидсезон гриппа, РВИ, хотя эпидпорог пока в крае не превышен, но, в общем-то, заболевания регистрируются, и нужно быть очень аккуратными, осторожными. Ну вот, если говорить все-таки о мерах профилактики, когда вот сейчас все равно вот этот порог заболеваемости, он повышается, что мы можем сделать, что нам делать, чтобы все-таки как-то себя защитить? Возможно ли защититься, кстати? Возможно, но, безусловно, мы все вакцинировались от гриппа, да, у нас в крае привито более 700 тысяч человек, это такая хорошая, весомая прослойка, весомая защита, а вот именно сейчас что? Мы моем руки, особенно если мы контактировали с ручками, были в местах какого-то повышенного скопления людей, трогали деньги, да, деньги, это, в общем, такой рассадник заразы на самом деле, они много раз переходят от человека, к человеку, да, очень много на них может микробов всяких прицепиться, поэтому мы моем руки, мы моем лицо, мы промываем носовые ходы, мы вентилируем помещения, особенно в школах, в офисах, в детских садах, мы проветриваем регулярно, да, потому что свежий воздух – это, опять же, очень мощный защитный барьер. мы не допускаем пересушивания воздуха, потому что пересушивается слизистая, вирусы проводникают лучше, то есть воздух должен быть достаточно хорошо увлажненный, да, мы проводим время на свежем воздухе, но если мы выходим в места, где много людей, мы надеваем маску, безусловно, особенно если у нас есть какие-то хронические болезни, повышенный риск именно неблагоприятных. – То есть маска не только для тех, кто уже заболел, но и маска для здоровых? – Конечно, 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 чтобы вы не столкнулись с возбудителем, да, и мы не заболели всем, всем краем, что называется, да, у нас не превысился бы эпидпорог, это, в общем, такой, но маску нужно менять каждые два часа, то есть нельзя купить маску и ходить к ней всю зиму. – Анна Леонидовна, если все-таки признаки, вот мы говорим про студа, да, врачи говорят вирусная инфекция, вот первые признаки, что тогда делать? – Ну, первые признаки, они, в общем, они ничего особенного, грипп протекает, начинается с сухого синдрома, да, то есть вам плохо, у вас болит голова, у вас температура, но у вас пока нет ни выделения износа, ни кашля, да, вот такой вот общий интоксикационный. ОРВИС чаще начинается именно с проявлений насморка, да, какого-то кашля. – Все течет. – Все течет, да, 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 сейчас очень много респираторно-синтенциальных вирусов, они вызывают такой сухой кашель достаточно мучительный, поэтому если у вас температура, да, если вы чувствуете первые признаки заболевания, вы остаетесь дома, вы не разносите инфекцию, не заражаете своих заслуживцев, не отпускаете ребенка в школу, если заболел ребенок, и обращаетесь за медицинской помощью, потому что само лечение, особенно если это грипп, может быть смертельно опасно. – Ну да, и врач, он по каким-то симптомам может определить, есть ли тенденция к осложнениям, да, и принимать какие-то... – Да, потому что в каких-то случаях речь идет даже о госпитализации, то есть, ну... – Ну, то есть, получается, если мы обращаемся... – Это не очень легкое заболевание, на самом деле. – То есть, если мы обращаемся к врачу, это участковый врач, или если это ситуация выходного дня или позднего вечера, это даже может быть скорая помощь, да? – Это может быть скорая помощь, да, и я вот видела, что появляется информация, не надо пугаться, да, медики скорой помощи, они тоже, в общем, не хотят болеть, они защищают себя, особенно если человек говорит о том, что вот он приехал из Таиланда, да, Китая, то медики приедут в такой защитной одежде, да, потому что если заразится медицина, то оказывать помощь будет некому, не нужно пугаться, ну, в общем, это вот такие правила, да. – Ну, видимо, сейчас вот туристы, да, люди, которые по каким-то там делам ездят за рубеж в Юго-Восточную Азию, особенно в Китай, наверное, как-то с ними особое идет наблюдение, с ними какой-то особый контроль, да? – Безусловно, в аэропортах двойная термометрия, и всем раздаются памятки, что если вы приехали вот из мест, где сейчас есть повышенная заболеваемость, ну, в том числе коронавирусом, да, как одним из агентов УРВИ, вам необходимо в течение 14 дней, если вы почувствуете вдруг какие-то симптомы, недомогания, обратиться за медицинской помощью, зачем это нужно, у нас есть диагностические наборы, моментально в течение 3-4 часов можно дифференцировать, что это за вирус, да, да, да. Ну, и, соответственно, принимать какие-то меры в связи с этим. – Да, поэтому пациента госпитализируют, скорая помощь приезжает, в общем, вот, одета так, как, чтобы не заразиться медикам, да, но очень быстро все это диагнозы снимаются, на сегодняшний день в России подтвержденных случаев нет. – Угу. У нас есть вопросы от телезрителей, они тоже касаются, вот, поведения во время заболеваемости. Давайте мы послушаем и ответим на них. – Здравствуйте. Подскажите, как отличить вирусную инфекцию от гриппа? – Вот немножко уже сказали, но, тем не менее, вообще может ли это такой обычный человек, или только врач может отличить? – Ну, грипп всегда это более тяжело протекающее, резко начинающееся заболевание, начинающееся с повышения температуры тела, очень большой слабости, ломоты во всех суставах, головной боли, вот… – Вот еще два часа назад не было, а тут прям резко, да? – Да, да, у детей это может быть, кстати, кишечные проявления, вот, поэтому… – Ну, да, но на самом деле точно можно дифференцировать только лабораторно. Опять же, почему необходимо обращаться за медицинской помощью, потому что лечение немножко разное. – Ну, а я сейчас даже думаю о том, что, ну, а зачем самому заболевшему это дифференцировать, да? – Да, да. – Потому что, ну, если человеку плохо, но ему плохо, ему надо лечь в постель, да, и вызвать врача. – Врача, и доктор разберется, назначит необходимые анализы, потому что очень страшно всегда пропустить грипп, да, это чревато существенными осложнениями, поэтому мы всегда вот думаем о том, что нужно точно исключить вот наиболее тяжелые заболевания. – Смотрим еще вопрос. – Можно ли болеть урви или гриппом несколько раз подряд за сезон? – Да, можно. – А, то есть если один раз переболел? – Да, потому что урви – это целый класс вирусов. – Да, это респираторно-социальный, это аденовирус, это коронавирус, который вообще известен с 1937 года. – Тот, про который сейчас… – Не тот, их очень много. – Много. – Да, они просто новые штаммы, поэтому мы, в общем, встречались и раньше. Выявлялся другие варианты коронавируса, в том числе и в России они регистрировались, они вызывали урви, ну вот этому сделали очень хорошую рекламу, поэтому да, можно. – То есть все-таки мы защищаем, даже если мы переболели, тяжело переболели, защищаемся, мы беспокоимся. – Мы можем подцепить другое инфекционное дело. – Есть еще один вопрос у нас. – Скажите, правда ли коронавирусом можно заразиться от бананов? – Съешь банан и заболелишь? – Нет, нет, не правда. Ну, не нужно употреблять экзотическую пищу, да, потому что вот понятно, что уже это были летучие мыши, возможно, змеи, поэтому вот такое точно есть не нужно. Ну, а все, что вы едите, бананы нужно мыть, потому что можно заразиться другими болезнями. – Ну, то есть вообще, наверное, здесь вот когда идет повышение заболеваемости, вообще, наверное, нужно быть внимательнее, да? – Ко всем продуктам питания, к воде, к образу жизни, к тому, как вы… – К воду, если вы выезжаете, мы пьем только бутилированную, да, мы не употребляем вот какую-то экзотическую кухню, едим все очень хорошо термически обработанное, если мы все-таки оказываемся где-то в Юго-Восточной Азии. То есть нужно вот это вот очень четко контролировать, потому что, ну, собственно, коронавирус – это меньше изол, да, там, мы живем в пандемию холеры на самом деле, ее никто не отменял в той же Юго-Восточной Азии, да, и это те же морепродукты, это та же вода, поэтому надо быть очень внимательным. – Анна Валерьевна, спасибо вам большое. В студии у нас была Анна Кузнецова, кандидат медицинских наук, главный врач Центра Антиспид, главный инфекционист Дальнего Востока.